Субтитры делал DimaTorzok Я пришла из дома после операции, которую я провела, и вот уже, дорогие мои, я снова, так сказать, с вами, снова мы гуляем, и снова мы начинаем отмечать нашу годовщину, нашу аниверсалью, нашу матримонию. Итак, мои дорогие, с утра пораньше мы обменялись новыми кольцами. И сейчас я хочу поделиться своими фотографиями. Мы приехали 25 июля, 10 лет тому назад, вот на таком грузовике на нашу свадьбу. Главное, мы успели. И в Доме музыки в Калуге было очень красиво. Мы все-таки расписались и получили свидетельство о браке. А потом мы отмечали у нас на даче вместе с нашим Никитушкой, уже ему месяц здесь. И наши флаги итальянские, русские, вся наша семья вместе. Так по-простому у нас получилась свадьба. В России сначала. Потому что потом, потом, 27 сентября мы еще и в Италии отметили свадьбу. Но это уже на следующий год, потому что сертификат, который дают в России свидетельство о браке, нужно его подтвердить потом еще и в Италии, дорогие мои. Но сегодня мы решили отметить наше десятилетие нашей свадьбы в Тор-де-Лага-Пучине, в таком вот ресторанчике, который нам очень и очень нравится. И еще потому, что после того, как мы приехали из России, после четырех месяцев, мы здесь тоже, в этом районе, именно Лагу-Мары, на море. Здесь мы снимали квартиру, полтора года мы здесь проживали. И немного ностальгии время от времени нас мучает. И сегодня мы заказали рыбные блюда полегче. И на свежем воздухе пахнет морем, пахнет рыбкой. И, конечно, белое игристое вино немножко, потому что сегодня, как я уже говорила, впервые у меня получился массовый такой выход из дома после операции. Но, славьте Господи, все обошлось. И у нас получилось и праздник вот такой вот наш персональный. Как я, наверное, в других видео своих говорила, мы сначала отмечали всегда большой-большой компанией. И перед тем, как уехать из Италии на таком грузовике на нашу свадьбу, сначала мы ее отметили здесь, в Италии. Мы снимали огромную такую квартиру. У нас была такая терраса огромная-огромная-огромная. И народу там было 35 человек. Настоящая свадьба. И перед этим еще и венчание у нас было. Нас Падро Виталий обвенчал. В общем, все у нас было. Это перед отъездом. Поэтому сегодня, сегодня вот в связи с такой ситуацией немножечко, мы решили отметить нашу годовщину вдвоем. Только вдвоем, дорогие мои. Потому что в какой-то момент начинаешь понимать, что какие бы там подруги и друзья не были, но вот такой романтический день нужно отмечать вдвоем. Тем более, что с такой большой компанией мы эту свадьбу нашу отмечали в самом начале. Но сегодня вдвоем, вдвоем, вот такой вот небольшой романтический, так сказать, обед. Не ужин, а обед у нас получился. С удовольствием мы вкусненько поели, немножечко походили, фотографии, конечно, поделали. Ну а после этого мы поехали еще в Пизо. Потому что мне еще нужен был сегодня визит сделать к хирургу, который меня оперировал. То есть такой вот насыщенный, насыщенный день. Ну и получилось у нас все нормально. То есть и к хирургу съездили, сказал хирург тоже мне, сказал, что все окей. Так что это тоже дорогого стоит, дорогие мои. Потому что сейчас самое главное – это здоровье и любовь. Вот здесь мы жили полтора года, дорогие мои. Поэтому, как я говорила, ностальгия немножко мучает. Мне нравится очень эта зона, поэтому мы здесь жили с удовольствием. Велосипедные дорожки и машины есть. Но это зона, так сказать, геев. Поэтому здесь очень много не тусуется. Сначала это шокировало, потом уже привыкли. Тут, думаю, ладно, ничего страшного. Но Винченцо начал попроще одеваться после того, как мы здесь немножко пожили. Ну, в общем, такие вот у нас это все тор-де-лагу. Мы еще пока проезжаем. Мы сейчас направляемся в Пизу. Пока еще визит, визит к хирургу. А потом мы решили, раз уж такое у нас пошло, раз уж мы отмечаем нашу годовщину, мы решили заехать и на пляце Де Миракулин. То есть площадь чудес, замечательная площадь чудес, потому что чудеса надо делать своими руками, как говорила одна наша народная мудрость. Ну, в общем, дорогие мои, что я хотела сказать. Ну, все было у нас за 10 лет. Не то, что прямо у нас тут все такое фиолетовое и пушистое. Конечно, иногда мы какие-то там ругались. Получилось так, что после России, после четырех месяцев, после свадьбы немножко работали в России, потом выпал снег, мы снова отправились в Италию. Сначала на грузовике, потом на самолете вернулись за Тойотой, потом уже на Тойоте. Получилось у нас четыре раза. Мы два раза туда, в Россию из Италии поехали, и еще два раза на машинах, на двух, по очереди из России в Италию вернулись. Ну, слава тебе, Господи, все наши путешествия для таких вот немножко сумасшедших закончились хорошо. Мы снова вернулись в Италию. Сначала вот сняли такую квартиру в Торде-Лаку-Пучини, потом Винченцо решил поехать в Лондон на заработки. Но много там с чему научился, но немножечко как это сбил и спесь тоже Лондон, потому что почти в 55 лет он уехал. И, конечно, это получается в чужую страну, без языка. В общем, тяжело ему было. Ну, в общем, он тоже не падал духом. Но дело в том, что вот эти шесть лет, когда он был в Лондоне, дорогие мои, других бы, может быть, и рассорило, но нас оно закалило. Хотя тоже не сразу. Ну, в общем, получилось так, что вот из этих десяти лет практически вместе мы, ну, пять лет находимся. А так вот то там, то сям. Ну, получилось так, что еще и я туда съездила, в Лондон, потому что, как я говорила потом, мы вот уже на площади Мираклу, на площади чудес, мы тут тоже решили потасоваться. Туристов полно, но мы тоже как туристы, практически, наверное, единственные на парковке были мы, итальянцы, остальные все туристы. Полно, полно, полно. Очень много Австрии, Германии, очень много Нидерландов. В общем, полно всяких разных туристов. Но неважно. Мы тоже как туристы, мы любим чудеса. Мы тоже присутствовали на площади чудес. Ну, и, конечно, с вами, с вами я тоже делюсь вот такими маленькими чудесами. А чудеса, как я говорила, это любовь и здоровье. Главное, чтобы было это. Ну, и, конечно, всех вас люблю, мои хорошие. И что я хотела бы вам посоветовать? Потому что, как обычно, дети вырастают, внуки подрастают. И потом мы остаемся вот со своей половиной, которая, ну, познается все в сравнении, дорогие мои. Я уже второй раз, вот у меня операция, и получается так, что, ну, ближе Винченца нет никого здесь у меня. Поэтому и в госпитале, когда я лежала, получилось так, что каждый вечер он приходил, и мне там бодрые слова говорил. И получилось так, что и здесь вот дома, когда мы находимся, он отпуск специально взял, и каждое утро мне перевязки делает. Это тоже дорогого стоит. Ну, и то, что, дорогие мои, сейчас я пока не могу делать наклоны, он мне помогает ноги вытирать. В общем, вот такие небольшие, казалось бы, мелочи. Но это все познается в сравнении. Может быть, какая-то там любовь, там миллион алых рост, некоторые там осыпают, и так далее. У нас все просто. У нас все просто. Мы помогаем друг другу, когда нужно помогать. Мы едим вместе. Мы по морю гуляем вместе. Вот такие маленькие путешествия делаем вместе. На маленькие празднички выбираемся вместе. Но сейчас я уже думаю, что мы все-таки решили вдвоем, что путешествия мы тоже будем делать для здоровья. Поэтому мы очень любим вдвоем тоже вместе ездить на термальные источники по Италии. И какие-то вот места, которые именно приносят и укрепляют больше здоровья, и укрепляют здоровье. Потому что здесь, в Италии, конечно, климат и так замечательный, еда замечательная. Но зимой хочется тоже тепла. И, конечно, мы тоже рассчитываем, что и зимой куда-нибудь в теплые края, может быть, поедем на недельку. Сейчас пока наслаждаемся морем своим, потому что Виореджи я обожаю. Здесь песчаный пляж. Смотрите, какая красота. Вообще Тоскану я обожаю. То есть еще раз такая поговорка, что все, что не делается, все к лучшему. Поехали в Россию. Немножко там потусовались, вернулись в Италию. И здесь мы уже продолжаем жить, тем более, что у нас сейчас свое собственное жилье, которое мы тоже вдвоем сделали. А вдвоем это получается еще лучше. То есть наша энергетика присутствует по всей нашей квартире. Это здорово. Поэтому и камин, когда мы включаем, чувствуется, что это энергетика, потому что Винченц сам его делал. И барбекю, когда мы делаем, и вино, когда мы пьем, тоже делаем тост. И Винченц кричит за любовь. Русский. Потому что он тоже выучил некоторые фразы. Тост произносит. Но главное, 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 что мы вместе. Вот сегодня отметили 10-ю годовщину. И мы ее отметили вдвоем. Самое главное. Поэтому на этой замечательной ноте я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви.